В Германии до конца 2023 года разрешили пониженную ставку налога на добавленную стоимость для заведений общественного питания. Власти хотят поддержать рестораны и кафе в условиях кризиса. Не действует снижение НДС в заведениях гастрономии на напитки. Они по-прежнему будут облагаться стандартной ставкой 19%. Федеральный совет также решил ввести на постоянной основе льготные налоговые ставки для немецких пивоварен малых и средних размеров. Отели Германии начали брать отдельную плату за энергию. Одним из первых ее ввели гостиницы в Байсброне – 9 евро человека за ночь. И даже такая плата не может полностью покрыть расходы на энергию. По словам владельцев отелей, пока постояльцы реагируют на дополнительные расходы, с пониманием. К другим темам. В преддверии отопительного сезона в Германии активизировались мошенники. Они создают десятки поддельных магазинов, на которых якобы продают дрова, пелеты, отопители и печи по заниженным ценам. Государственное управление полиции сообщает, что число случаев мошенничества, которое связано с фейковыми магазинами товаров для отопления, выросло в среднем до двузначного числа в Германии. Правоохранители предполагают, что в ближайшие месяцы число отопительных афер вырастет еще больше и призывает население быть бдительнее. И о здоровье. Японские медики назвали продукты, которые замедляют старение. В списке лосось и молочные продукты. В них содержится витамин D, который укрепляет иммунитет и сохраняет здоровье костей. Специалисты также советуют добавить в рацион куркуму. Она имеет антиоксидантные свойства и защищает организм от заболеваний, в том числе и от сахарного диабета.